Сейчас, секунду. Начинаем заседание Дистанционного совета под литерой ФРКТ 2.3.5.001 Московского физико-технического института Государственного университета. Члены Дистанционного совета Дроздов Александр Юрьевич, заместитель председателя Дистанционного совета Аветисян Рутинушханович и члены совета Каневский Валерий Аркадьевич, Номиот Дмитрий Евгеньевич, Сухольмлин Владимир Александрович и Петренко Александр Константинович. Александр Константинович присутствует сегодня удаленно. Сегодня мы заслушиваем диссертацию на соискание кандидата технических наук. Автор Неганов Алексей Михайлович. Диссертация называется «Анализ и разработка новых методов эффективной индексации хронологических данных». Как я уже сказал, представлен на соискании ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.3.5 «Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей». Я так понимаю, что это бывшие 0.5.13.11. Ведущая организация «Публичное акционерное общество Институт электронных управляющих машин имени ИС Брука» научный руководитель Плоткин Арнольд Леонидович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой микропроцессорных технологий в интеллектуальных системах управления Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Слово передается ученому-секретарю диссертационного совета для зачтения, соответственно, организационных моментов. Итак, соискателям были предоставлены следующие документы. Диссертация, опубликованная 15 марта 2023 года, была проведена проверка на текстовые заимствования. Автореферат, опубликован 30 марта 2023 года. Отзыв научного руководителя Плоткина Арнольда Леонидовича, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой микропроцессорных технологий в интеллектуальных системах управления Федерального государственно-автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Также имеется заключение организации, где проводилась апробация. Это также Федеральное государственно-автономное образовательное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Также имеются отзывы. Отзыв первый от Белеванцева Андрея Андреевича, доктора физико-математических наук, руководителя лаборатории 14.1 системное программирование информационной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт системного программирования имени Иваникова Российской академии наук. И второй отзыв от Топоркова Виктора Васильевича, доктора технических наук, профессора заведующего кафедрой вычислительных технологий Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Национальный исследовательский университет МАИ. Также имеется акт о внедрении от общества с ограниченной ответственностью Head on LOSI. Также имеется диплом магистра, выдан Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования Московским физико-техническим институтом, государственным университетом. Имеется справка о сдаче кандидатских экзаменов. Иностранный язык – отлично, история и философия науки – хорошо, математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей – отлично. Документы были предоставлены и опубликованы на сайте МФТИ в срок и соответствуют требованиям положения присуждения ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ. Неганов Алексей Михайлович принят к защите протоколу голосования экспертного совета по техническим наукам аттестационной комиссии МФТИ номер Т-2023-5 от 21 марта 2023 года. На сайте опубликованы письменные заключения по содержанию диссертации, которые были подготовлены членами диссертационного совета. Заключение первое от Дроздова Александра Юлевича, председателя диссертационного совета доктора технических наук, главного научного сотрудника и заведующего лабораторией моделирования и проектирования архитектур специальных вычислительных систем Федерального государственного и автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт Национальный исследовательский университет. Второе заключение от Ардесяна Арутюна Ишхановича, доктора физико-математических наук академика РАН, директора Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт системного программирования имени Иванникова Российской Академии Наук ИСПРАН и также являющегося заведующим кафедрой системного программирования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исторический университет. Третье заключение от Номео Дмитрия Евгеньевича, доктора технических наук, старшего научного сотрудника лаборатории открытых информационных технологий Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный университет им. Моносова. Четвертое заключение от Каневского Валерия Аркадьевича, доктора технических наук, научного руководителя закрытого акционерного общества Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования ОКБ САПОР и заведующий, и он также является заведующим кафедрой защиты информации Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Пятое заключение от Сухомлена Владимировича, доктора технических наук, профессора, профессора кафедры информационной безопасности факультета вычислительной математики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский государственный университет им. Моносова. И шестое заключение от Петенко Александра Константиновича, доктора физико-математических наук, заведующего отделом технологии программирования Федерального государственного бюджетного учреждения науки, Институт системного программирования им. Иванникова Российской академии наук. Теперь можно передать слово соискателям. Пожалуйста. Сергей Владимирович, спасибо. Добрый день, уважаемые члены диссертационного совета. Вашему вниманию представляется диссертация на тему анализ и разработка новых методов эффективной индексации хронологических данных. Работа выполнена под руководством доктора технических наук профессора Плоткина Арнольда Леонидовича. Целью работы является анализ и разработка методов индексации хронологических данных, что могут эффективно исполнять такие запросы, как поиск объектов по диапазону ключа по фиксированному времени, на получение разности между двумя временными состояниями системы, а также запросы, выражаемые булевой функцией от признаков объектов, при этом обладающих следующими свойствами. Возможность хранения индекса во внешней памяти, осуществления записи во внешнюю память исключительно в последовательном режиме, возможность осуществлять чтение индекса одновременно с записью и возможность разделения данных на горячее и холодное и хранения данных различной температуры на носителях различного типа. Хромологические данные. Хромологические данные. Суть данные с истории. Когда у каждого объекта есть набор версий, при изменениях объектов объекты из хранилища не удаляются, как и при удалениях. И у каждой версии объекта есть какие-то заданные начальное и конечное время жизни. Совокупность всех версий объектов, у которых начальное время жизни меньше либо равно какой-то заданной точке, а конечное время больше или не определено, будем называть снапшотом. Диаграмму с примером такой совокупности версий объектов и снапшота вы можете видеть на слайде. Хромологические данные, данные с истории, используются в разнообразных приложениях, такие как банковское дело, медицина, научные исследования и так далее и тому подобное. История необходима для описательной и предсказательной аналитики. Сегодня все большее значение получает также система изерного копирования в связи с новыми нормами о хранении и защите данных. Сегодня объем хранимых и обрабатываемых данных претерпевает экспоненциальный рост. В связи с этим становится важно, что запись во внешнюю память существенно быстрее, когда осуществляется в последовательном режиме. Хорошо известно, что запись в последовательном режиме на жесткие диски на порядке быстрее, чем запись в случайном режиме из-за механической природы этих устройств. В то же время следует заметить, что и для современных твердотельных накопителей, как можно видеть на слайде, запись в случайном режиме в разы менее производительна, чем запись в последовательном режиме. Большинство существующих методов индексации хронологических данных основаны на B-деревьях и пишут данные во внешнюю память в случайном режиме. Существующие известные методы, что пишут в последовательном режиме, исполняют запрос на чтение объектов по диапазону ключа в некотором снапшоте, то есть в прификсированном моменте времени, неэффективно. А методы, которые исполняют булевые запросы по хронологическим данным и при этом пишут данные строго последовательно, в литературе неизвестны. Таким образом, задача разработки новых методов индексации хронологических данных, удовлетворяющих перечисленным выше требованиям, является актуальной. Положение, выносимое на защиту, таковы. Предложен метод индексации хронологических данных, позволяющий индексировать данные в режиме отложенной записи и эффективно выполнять запросы по диапазону ключа при фиксированном времени. Предложен метод индексации хронологических данных, позволяющий индексировать данные в режиме отложенной записи и эффективно осуществлять произвольно сложные логические запросы по свойствам индексируемых объектов. Получены аналитические оценки производительности предложенных алгоритмов и осуществлена их экспериментальная проверка. Практически реализована и внедрена в производство система хранения хронологических данных. Теоретическая значимость работы заключается в том, что предложены методы индексации хронологических данных, получены аналитические оценки вычислительной сложности соответствующих алгоритмов поиска и вставки. Практическая ценность заключается в том, что предложенные методы обладают широким спектром применения, включая научное и промышленное положение. В работе показана связь полученных общих результатов задач организации поиска в системе резервного копирования. Результаты работы успешно внедрены в производстве, в используемое программное обеспечение. Отмечу, что все основные результаты были получены лично автором и являются новыми. Достоверность обеспечивается как математическими доказательствами и утверждений, так и подтверждающим их практическим экспериментом. Результаты работы докладывались и обсуждались на всероссийских и международных конференциях, а также публиковались в журналах, входящих в индекс Скопус, перечень журналов МФТИ, а также был опубликован патент Соединенных Штатов. Перейдем к рассмотрению первого из предлагаемых методов. Предлагаемые методы основаны на принципе так называемого лог-структурированного индекса. Суть этого принципа заключается в том, что входящие данные пишутся сначала в компонент в оперативной памяти, затем, когда он достигает некоторого заданного размера, в строго последовательном режиме он пишется во внешнюю память. Когда компонент во внешней памяти достигает определенного размера или они достигают определенного количества, происходит их слияние во внешней памяти, для того, чтобы компонентов по внешней памяти не было слишком много и не было слишком большого количества дубликатов ключей, поиск не занимал слишком много времени. Предлагаемый метод лог-структурированного индекса с общими компонентами работает таким образом. Первый снапшот формируется как обычный лог-структурированный индекс. При формировании второго и последующих снапшотов за основу для вставки берется индекс предыдущего снапшота. Но при этом, в отличие от обычной вставки в лог-структурированный индекс, при операциях слияния компоненты, принадлежащие индексу предыдущего снапшота, не удаляются, а остаются в индексе. Вводится некоторая структура глобальной директории, которая хранит перечень компонентов для каждого снапшота и их порядок. При этом каждый компонент может принадлежать как одному снапшоту, так и сразу нескольким. Заметим при этом, что в большинстве используемых схем слияния размеры компонент растут в геометрической прогрессии, что означает, что большая часть хранимых данных индекса будет разделяться между снапшотами. Отсюда следует, что облегчается задача поиска разности между снапшотами, так как нужно обойти не полный индекс снапшотов, а только отличающиеся компоненты. Исторические компоненты можно хранить на более медленных носителях и на неперезаписываемых устройствах. Сила предлагаемого метода состоит в том, что для поиска необходимо работать только с индексом заданного снапшота, а не с индексом, описывающим полный набор данных. В работе доказаны теоремы, которые показывают, что скорость поиска по данным не зависит от количества снапшотов по индексе, в отличие от известных методов индексации хронологических данных, где есть линейная зависимость. Заметим также, что в силу того, что ключ объекта является также ключом и в индексе снапшота, применима оптимизация блум-фильтров, также в отличие от рядов известных в литературе методов, которые позволяют существенно ускорить поиск. Выгоды предлагаемого метода становятся заметны, если в индексе есть хотя бы небольшая доля объектов со значительным числом версий, часто меняющиеся объекты. Видно, что если берется простой лог-структурированный индекс с основным ключом, или же если берется оптимизация лог-структурированного L-HAM LOG-STRUCTURED HISTORY ACCESS метод, предложенный MUFOM и другими, при даже небольшом количестве часто меняющихся объектов известные методы показывают ярко выраженный линейный рост от числа снапшотов при поиске по диапазону ключа, в то время как предлагаемый индекс такого роста не показывает. Также заметим, что так как вставка за основу берет только индекс последнего снапшота, а не индекс, описывающий все данные вообще, то скорость создания нового снапшота также существенно отличается от известных методов. Вставка происходит значительно быстрее. Перейдем теперь к задаче организации булевого поиска по хронологическим данным. Пусть есть некоторый набор объектов, которые имеют булевые признаки. Например, текстовый документ может иметь в своем составе некоторое слово или не иметь. Запросы по таким признакам могут описываться булевой формулой. Например, объект обладает признаком 1 и признаком 2 или признаком 3. Индексы для осуществления таких булевых запросов могут представлять собой совокупность сжатых битовых векторов. Таких, что для каждого признака имеем битовый вектор, какие объекты этот признак имеют, и сжатие производится таким образом, чтобы все вычислительные операции могли производиться непосредственно над сжатой формой, без декодирования, такие как объединение векторов, их пересечение, получение бита по заданному индексу и другие. От простых булевых признаков мы можем переходить к числовым признакам. Каким образом? Мы можем для некоторого числа взять просто его двоичную запись и создать некоторый фтаичный булевый признак на каждую двоичную цифру этого числа. Такая техника имеет в литературе название BitsListIndexing или BSI. Техника BSI замечательна тем, что позволяет в битовых векторах организовывать поиск по диапазону значений некоторого числового признака. Ясно, что дата или момент времени также описывается числом или набором чисел и может быть индексируема таким образом. На слайде поведена формула, как с помощью диапазонов даты можно описывать вхождение объекта, версии объекта в некоторый заданный снапшот. Итак, пускай у нас есть совокупность сжатых битовых векторов. Открытая проблема заключается в том, что если у нас есть по битовому вектору на каждый признак, то при добавлении нового объекта в такой индекс нам нужно обновить большое количество битовых векторов, возможно, все. Это значит, что, например, B-дерева, в котором хранятся такие битовые вектора, будет нефункционально. Мы выходим из этой проблемы с помощью модифицированного лог-структурированного индекса. Берем, делим номера объектов на некоторые блоки фиксированного размера. Ключом у нас будет блок и идентификатор поизнака, такая пара. И когда мы в индекс будем делать вставку, то мы для вставляемого объекта по количеству его признаков вставим битовые вектора с одним единственным значащим битом, который соответствует этому объекту. При слияниях, в отличие от обычного лог-структурированного индекса, мы не будем замещать блоки битовых векторов, вместо этого мы будем их объединять, производить над ними побитовое или. При поиске, при чтениях, нам необходимо будет обойти все компоненты индекса и тоже совершить побитовое или над соответствующим блоком. Деление на блоки, помимо того, что позволяет относительно эффективно совершать операции вставки, также полезно тем, что позволяет оптимизировать операции слияния, так как номер блока непрерывно растет, и слияние можно осуществлять эффективно. Некоторые области можно не сливать попарно, а просто видеть, что вот этот номер блока такой здесь, а такой здесь. Кроме того, наличие блоков позволяет индекс партиционировать, разбивать на части, исторические части уносить на более холодные носители и более эффективно осуществлять вставку в более свежие части. Предлагаемый индекс может использоваться как фторичный по отношению к некоторому первичному индексу, который позволяет получить версию объекта по его ключу и, например, моменту времени, когда он был создан. Преобразовывать номера объектов в ключи может некоторое деево отображение. На практике размер этого компонента очень мало. Для преобразования, например, слов в полнотекстовом поиске, в компактные идентификаторы признаков используется компонент словаря. На практике может возникать необходимость удалять объекты из-за результатов поиска, например, по законодательству о защите персональных данных. Для этой цели мы используем фильтр удаленных объектов, который содержит отображение из номера блока в битовый вектор объектов, которые нужно фильтровать. Наличие фильтра удаленных объектов позволяет хранить основное деево поиска на неперезаписываемых устройствах, а также осуществлять удаление эффективно. Если деево поиска можно перезаписывать, в работе можно воспользоваться алгоритмом сборки мусора, описанном в работе. Заметим также, что, например, при организации полнотекстового поиска метод подвергается горизонтальному масштабированию, когда запись может осуществляться на несколько вычислительных узлов параллельно, и может быть устроен некоторый глобальный словарь, который отображает слова в список узлов, где эти слова содержатся, так, чтобы исполнять параллельный поиск, не на всех узлах, а на некоторых, где это имеет смысл. Видно, что предлагаемый метод не обнаруживает заметного линейного роста при росте данных как при поиске, так и при вставке. Что касается предложенного алгоритма сборки мусора, видно, что если удаление распределено равномерно, то есть фильтровать приходится примерно все, где бы мы ни искали, то для каких-то простых поисков, например, по отдельному слову, разницы большой нет, но если поиск затрагивает большое количество признаков, например, поиск с диапазоном дат, то сборка мусора дает существенный выигрыш. Перейдем еще раз к результатам работы. Предложен метод индексации хронологических данных лог-структурированный индекс с общими компонентами, что позволяет индексировать данные в режиме отложенной записи, эффективно выполнять запросы по диапазону ключа по фиксированному времени и по заданному ключу и моменту времени, а также получать разность между различными снапшотами. Для предлагаемого метода показана возможность записи части данных индексов на носители с различной производительностью доступа и на носители без возможности перезаписи, а также показана возможность его использования для системы резервного копирования файловой или иной дайвовидной системы. Предложен метод индексации хронологических данных лог-структурированный индекс для булевых запросов, позволяющий индексировать данные в режиме отложенной записи эффективно выполнять запросы по заданному ключу и моменту времени, запрос по диапазону момента времени по фиксированным ключе и запрос объектов удовлетворяющих произвольно сложной булевой формуле от булевых поизнаков. Для предлагаемого метода показана возможность записи части данных индексов на носители с различной произвелительностью доступа и на носители без возможности перезаписи, возможность его использования для полнотекстового поиска по хронологическим данным, а также возможность его использования для поиска по диапазонам числовых значений. Для предлагаемого метода показана возможность его горизонтального масштабирования и использования в распределенной системе с параллельной записью, рассмотренные возможности совместного использования предложенных методов. Созданные алгоритмы, реализующие предложенные методы и разработанные реализующие программы. Сформулированы и доказаны теоремы о вычислительной сложности созданных алгоритмов в смысле количества операций ввода-вывода, необходимых для исполнения различных запросов и операций. Проведено экспериментальное исследование для определения свойств разработанных методов и программ и получено подтверждение теоретических предсказаний. Исследованы влияния различных факторов на производительность запросов, такие как характер индексируемых данных и сложность исполняемого запроса. Осуществлена и внедоена практическая реализация системы хранения хронологических данных, позволяющая эффективно индексировать большие объемы данных за счет отложенной записи и эффективно осуществлять запросы по диапазону ключа при фиксированном времени, а также произвольно сложные логические запросы по свойствам индексируемых объектов. Результаты диссертации были успешно внедойны при разработке систем хранения и поиска данных. Внедоенные алгоритмы позволили значительно повысить производительность поиска данных при заданных ограничениях и осуществить масштабирование используемых технических решений. Благодарю за внимание. Спасибо, Алексей Михайлович. А теперь мы можем перейти к блоку вопросов и замечаний из отзывов. Итак, первый блок вопросов у нас от Дроздова Александра Юрьевича. Я буду зачитывать, вы, соответственно, отвечаете. Хорошо. Итак, первое. Как соотносится полученные в разделе 4.8 данные о производительности полнотекстового поиска существующими решениями для полнотекстового поиска? Следует заметить, что предложенное решение достаточно бедно функционалам. В частности, оно не позволяет получать результаты поиска, отсортированные по элевантности. Это было осознанным решением при проектировании, когда во главу угла были поставлены скорость записи во внешнюю память и возможность использования с медленными хранилищами, например, объектами. Кроме того, следует заметить, что при сравнении с какими-то существующими решениями, как с черными ящиками, надо учитывать, что довольно сложно отделить, например, какой-нибудь модуль парсинга запроса, который может отъедать некоторое время на исполнение этого запроса. Тем не менее, сравнить производительность какого-нибудь существующего решения, конечно, интересно. На слайде вы можете видеть сравнение с индустриальным стандартом Elasticsearch. Видно, что производительность как вставки, так и поиска в индекс существенно отличается в пользу предлагаемого метода. Да, спасибо. И второй вопрос. В разделе 4.2.1 говорится о возможном партицинировании индекса по номеру блока, но не приводится оценок для производительности поиска при наличии такого партицинирования. Ну, следует сказать следующие вещи. Во-первых, если производится партицинирование, то так как каждая партиция в разы меньше, чем индекс в целом, то ограничивается необходимое для слияния место на диске. Во-вторых, так как номер блока может только расти, то операции слияния будут производиться только с последним разделом или с последней партицией, но не с остальными, что, соответственно, ускорит операции слияния. Далее, так как номер блока или диапазон номеров блока для партиции будет известен, то скорость поиска также будет зависеть не от количества блоков в индексе в целом, а только от количества блоков в партиции. Спасибо. Александр Юрьевич, будет ли у Вас замечание? Нет, все понятно. Спасибо. Хорошо, спасибо. А далее идут вопросы от Витясяна Рутюна Ишхановича. И первый вопрос. В разделе 4.7 описано горизонтальное масштабирование индекса по нескольким вычислительным узелам, однако не приведено оценок производительности такого решения. Производительность решения зависит от того, ограничен ли слова. Например, если мы занимаемся полнотекстовым поиском в системе, где у нас присутствуют документы на естественном языке некотором, то можно ожидать, что словарь любого естественного человеческого языка ограничен, и словарь глобальный будет обновляться достаточно редко. В таком случае он не будет узким местом при записи, и можно сказать, что пропускная способность записи в распределенную систему будет линейно масштабироваться с числом узлов. Если же мы имеем какую-то систему, где словарь неограничен и очень быстро растет, то предлагаемое решение не очень хорошо подходит, потому что обновление глобального словаря становится узким местом, если, допустим, каждая вставка приводит к появлению новой записи в словарь. И увеличение пропускной способности не происходит. В силу параллелизма при поиске, замедление поиска параллельно распределяется по узлам, и также происходит масштабирование по скорости поиска. Глобальные слова имеют смысл даже не с точки зрения скорости поиска, только с точки зрения оптимизации стоимости такого поиска, потому что в ряде распространенных хранилищ, например, облачных, каждая операция чтения стоит денег, и, используя глобальные слова, мы можем оптимизировать стоимость поиска, когда нам нужно данные поднимать не вообще на всех узлах, где эти данные хранятся, а на каких-то некоторых. Если слово, которое мы ищем, признак, который мы ищем, достаточно редкий, то нужно будет поднимать данные на небольшом количестве узлов. Спасибо. И второй вопрос. Нерассмотрены альтернативные алгоритмы слияния компонентов? Альтернативное семейство алгоритмов слияния – это так называемая ярусная или теорет схема. Она характеризуется тем, что оптимизируется вставка, она происходит кратно быстрее за счет того, что занимая место на диске кратно больше, и производительность чтения соответственно новым образом падает. Если у нас есть некоторый показатель R, это отношение между размерами соседних компонентов или соседних уровней, то, соответственно, в R раз мы получим увеличение скорости вставки, в R раз будет больше занимаемое место и медленнее будет осуществляться поиск. Спасибо. Артюна Шханович, будут ли замечания? Замечаний нет. Спасибо. Далее вопрос от номера Дмитрия Евгеньевича. В разделе 4.8.2 не приводится достаточно подробного описания графика 4.7 с зависимостью размеров дерева поиска и словаря от размера проиндексированных документов. В частности, неясно, учитывается ли удаление временных данных при операциях слияния в структурированном индексе, или же размер приводится без учета такого удаления, как при записи на неперезаписываемое устройство? Действительно, в разделе 4.8.2 показан объем места на диске во внешней памяти, который необходим для осуществления записи. Но после осуществления всех слияний, после удаления временных данных, размер занимаемого места на диске будет кратно меньше, как показан на графике. Спасибо. Дмитрий Евгеньевич. Спасибо. Далее, вопросы от Каневского Валерия Аркадьевича. Первый вопрос. В разделе 4.8.3 сравнивается исполнение простого и сложного запросов. При этом не приводится к формальному определению сложности и ее меры для запроса. Сложность складывается как из получения необходимых блоков, так и вычислительных операций над ними. Так как работа со внешней памятью, понятное дело, доминирует, то можно учитывать только работу со внешней памятью, и таким образом сложность запроса определяется количеством признаков, задействованных в булевой формуле, необходимых для исполнения запроса. В этом смысле стоит заметить, что, к примеру, поиск по диапазону моментов времени затагивает потенциально большое количество булевых признаков, так как у нас по булеву признаку на каждую двоичную цифру в численном представлении даты, и таким образом такой запрос можно называть сложным. Чем больше задействовано признаков, тем более сложный запрос. Спасибо. И второй вопрос. В разделах 3, 4, 5 и 4, 8, 2 приводятся данные о производительности вставки в Nix для двух предложенных методов, но в работе не предлагается сравнение методов по этому параметру на одном и том же наборе данных. Ну, здесь следует заметить, если говорить о сравнении производительности методов, что, когда мы вставляем в лог структурированный индекс с общими компонентами, то мы вставляем просто один элемент, соответствующий очередной версии некоторого объекта. В случае же с индексом, который позволяет поддерживать булиф-поиск, нам нужно вставить большое количество элементов с соответствующим признакам этого объекта. Раз мы говорим о хронологических данных, то нам нужно вставить хотя бы 2N плюс 2 признаков, если у нас момент времени задается N двоичными цифрами. И, кроме того, следует заметить, что, когда мы говорим о вставке в лог структурированный индекс с общими компонентами, то вставка производится на основе индекса предыдущего снапшота. Если мы говорим о вставке в индекс для булиф-поиска, то вставка производится на основе индекса предыдущей партиции с блоками, поэтому сравнение производительности здесь существенно очень зависит от выбора размера партиции. Далее идет вопрос от Этенко Александра Константиновича. В разделе 4.1 не раскрыто достаточно ясно, как выражение темпоральных формул через булевые признаки позволяет получить разность между различными состояниями системы? Выразить это можно таким образом. Пусть у нас есть некоторые моменты времени Т1 и Т2. Это будут номера снапшотов, между которыми мы хотим получить разность. Такие, что Т1 меньше, чем Т2. ТС и ТЕ – это начальные и конечные моменты времени для версии некоторого объекта. Тогда версии объектов, которые соответствуют снапшоту Т2, но не соответствуют снапшоту Т1, будут описываться следующей формулой, которая видна на слайде. Это объекты, у которых начальный момент времени принадлежит диапазону от Т1 до Т2, а также конечный момент времени от Т2 до бесконечности или до Т максимального. Версии же объектов, что соответствуют первому, но не соответствуют второму, описываются следующей формулой. Начальный момент времени от старта до Т1, а конечный от Т1 до Т2. Поиск по диапазонам моментов времени, как и всегда, реализуется с помощью битслайс-тендексин. Спасибо. Итак, Александр Константинович, будут ли замечания к ответу? Да, все, спасибо, понятно. Нет замечаний. Спасибо. Хорошо. И далее вопрос от Сахамлина Владимира Александровича. Вопрос. В разделе 3.4 приводится экспериментальное сравнение предложенного метода с методом LockStructureEdHistoryDataAccessMethod. Приведение аналитических оценок для указанного метода позволило бы улучшить научную работу. LockHistoryAccessMethod представляет собой некоторую оптимизацию для лог-структурированного индекса с составным ключом. Дело в том, что когда происходит вставка в лог-структурированный индекс, более новые элементы естественным образом оказываются в компонентах более верхних уровней. Этим можно воспользоваться и назначить некоторый верхний и нижний порог для каждого компонента. В так называемой схеме с избыточностью каждый компонент будет содержать элементы, которые принадлежат некоторому снапшоту от нижней до верхней границы, а в разделении без избыточности версии объектов, у которых время создания от верхней до нижней границы. Следует заметить, что в силу того, что размеры снапшотов может быть большим, схема с избыточностью на практике крайне плохо применима, что, в общем-то, написано и в оригинальной статье. Если говорить о схеме без избыточности, то в худшем случае, когда у нас, по крайней мере, у некоторых объектов есть большое количество версий, мы имеем необходимость просмотра всех компонентов для поиска по диапазону ключа. То есть, ту же самую вычислительную сложность, что и для простого индекса с составным ключом. Но вот если у нас есть некоторое число объектов, которые имеют небольшое количество версий, например, в работе приводилось, когда у нас 1% объектов добавляется и удаляется в каждом создающемся снапшоте. Пускай у нас будет скажем, первоначально тысячу объектов, потом 500 снапшотов и 1% добавляется и удаляется в каждом снапшоте. В таком случае нужно просматривать только 1% записей для поиска по снапшоту и вот эта оптимизация имеет большой смысл. Видно, что порядок роста здесь такой же, как у предлагаемого метода. В отличие от хорошего линейного роста у индекса с основным ключом. Но вот если есть хотя бы небольшая доля объектов, у которых не 2 версии, 1-2 версии, а большое количество версий, например, в примере с 500 снапшотов по 500 версий, то здесь уже видно, что эта оптимизация не работает, сложность скатывается в худший случай, который был проведен на слайде. Такой же линейный рост, как и у Кростобол метода. Спасибо. Вадимир Александрович, будет ли замечание? Нет замечаний? Да, тогда можно перейти к полку вопросов от ведущей организации. Так, первый вопрос. Вычислительные эксперименты поставлены на массивах данных размером в несколько гигабайт. Они, конечно, модифицированы таким образом, чтобы отражать поведение в ситуации, когда оперативная память в системе много меньше, чем внешней. Но для большей информативности и достоверности следовало бы выбрать текстовые наборы размером хотя бы в терабайты. Первое, что можно сказать, что действительно модель эксперимента построена таким образом сознательно, чтобы имитировать явления, которые происходят при вставке больших данных. Кроме того, могу сказать, что опыт внедрения в практику предложенных методов показывает, что при индексации массивов данных в сотни терабайт наблюдаются те же зависимости что и в вычислительных экспериментах работы, что показывает корректность предложенной модели эксперимента. Спасибо. И второй вопрос. Отсутствуют оценки сложности алгоритмов для ярусной схемы слияния лог-структурированных индексов, что потенциально позволяет большую скорость вставки? Этот вопрос обсуждался. Значит, в R-раз больше скорость вставки, в R-раз худшая производительность чтения и больше занимаемые места. Хорошо. Далее у нас идут вопросы от внешних экспертов. Первый блок от Беливанцева Андрея Андреевича. Первый вопрос. Объем данных, использованных в вычислительных экспериментах, целесообразно увеличить на порядок для более убедительного доказательства применимости разработанных методов к большим данным. Могу повторить, что опыт внедрения показывает корректность модели эксперимента. Хорошо. Далее второй вопрос. Все оценки для лог-структурированных индексов, построенные применительно к так называемой левел-схеме слияния, не оптимальны с точки зрения пропускной способности вставки во внешнюю память. Было бы интересно увидеть свойства предлагаемых методов с другой, более современной схемой слияния компонентов, что потенциально увеличило бы скорость вставки за счет скорости поиска. Действительно можно ускорить скорость вставку за счет скорости поиска в классической ярусной схеме, как я уже говорил, кратным образом. Есть и другие известные схемы слияния, которые предлагают некоторые промежуточный результат, известные в таких базах данных, например, как ROXDB, HBase. Очень интересная работа Достоевский есть, которая предлагает некоторый оптимум в балансе между поиском и вставкой. Некоторые поедельные случаи показаны на слайде. Спасибо. И третий вопрос. Остается нераскрытым надлежащим образом вопрос получения разности между временными срезами, снапшотами в индексе для булевых запросов. Таким образом, он остается перспективным направлением для исследования. Ну, в общем, можно применять bit-slice indexing и по формулам на слайде получать такие разности. Хорошо, спасибо. И далее бок вопросов от Топоркова Виктора Васильевича. Первый вопрос. Вычислительные эксперименты для двух предложенных методов производились на разных наборах данных, что затрудняет их сравнение? Ну, здесь можно сказать, повторить те же слова, которые уже были, что если мы сравниваем производительность двух методов, то эта производительность во-первых зависит от некоторых гиперпараметров, таких как наличие партиционирования размера партиции, вставка в лог-структуированный индекс для булевого поиска будет по определению сильно медленнее, так как нужно вставлять сильно большее количество элементов. Кроме того, нужно заметить, что лог-структуированный индекс для булевого поиска просто по своей природе не поддерживает некоторый просмотр снапшота по диапазону ключа. Он предназначен не для этого, а для исполнения булевых запросов, когда объект описывается некоторыми признаками, если он описывается ими однозначно, можно точечный запрос сделать, а вот по производительности поиска по диапазону ключа сравнить в лоб и не получится. Можно еще сказать, что если мы посмотрим на общую схему для индекса для булевого поиска, его можно использовать как некоторый фтаичный индекс для первичного индекса. В качестве такого первичного индекса можно использовать лог-структурированный индекс с общими компонентами и таким образом получить и ту, и другую функциональность. То есть получить возможность просматривать снапшоты, например, если у нас есть какая-то файловая или еще какая-то древовидная структура, просматривать директорию за директорией и в то же время с помощью вот такого вторичного индекса получать какие-то файлы, какие-то документы по совокупности признаков, которыми они обладают, например, по входящим в них словам. Спасибо. Далее вопрос. Не приведены теоретические оценки вычислительной сложности для одного из известных методов, с которым производится сравнение в эксперименте? так, сейчас, что у меня переключало, переключение не работает, вот, пошел. Вот, оценки теоретической сложности для loghistory access метод проведены на слайде. Хорошо, спасибо. И третий вопрос. Эксперимент для метода log-структурированный индекс для булевых запросов покрывает главным образом полнотекстовый поиск, а поиск по числовым данным исследован в эксперименте более слабо. Сейчас. Значит, действительно, предлагаемый метод можно использовать не только для полнотекстового поиска, но и для поиска по некоторым массивам чисел с плавающей точкой, например, используемых в экспериментах, появляющихся в физике. В физике, например, высоких энергий часто появляются большие объемы данных из экспериментов с плавающей точкой. Что здесь можно сделать? Для каждого признака разобьем его область определения на некоторые подобности, желательно на такие, чтобы попадание признаков в каждую подобность было примерно равновероятно. Эта техника называется биннинг. Тогда каждому исходному числовому признаку сопоставим некоторый кортеж булевых признаков, когда каждый булев признак это попадание или не попадание в подобность, на которую мы нарезали область значений. Если сравнивать индекс для подобных числовых данных с индексом для полнотекстового поиска, следует заметить следующее. Словай у нас будет, скорее всего, на порядке меньше, чем который содержит вот это разбиение на подобности, чем словай, который содержит отображение слов в какие-то идентификаторы признаков. Таким образом, словарь полностью разместится в оперативной памяти и поиск может быть значительно ускорен, как, в общем-то, и вставка. Вставка отличаться существенно не должна. Каждый первичный признак будет переходить в один булев, как и при полнотекстовом поиске, когда каждое слово также переходило в один булев признак. Поиск по диапазону значений может затрагивать больше блоков для постановки или формулу, но из-за меньшего количества признаков ожидаемого и компактного слоя оперативной памяти можно ожидать, что поиск будет быстрее. Спасибо. Итак, теперь мы можем перейти к отзыву научного руководителя. Он присутствует, да, на связи, поэтому просим одного Леонидовича выступить. Пожалуйста. Да, спасибо. Значит, я буду краток. Своей работой Алексей показал, что он вполне сформировавшийся ученый, заслуживающий звание, присвоение ему звания кандидата технических наук. Кроме того, я бы хотел отметить уже озвученные ранее Алексеем факты, это наличие патента, а также выступление и публикация в СПРАН, что, я считаю, подтверждает и украшает его работу. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Итак, в поступивших отзывах отмечено, что замечания не снижают научную и практическую ценность работы и не ставят под сомнение полученные результаты. Поскольку все поступившие отзывы положительные, а вопросы были оглашены ранее, то с разрешения членов диссертационного совета зачитаю выводы, отраженные в отзывах. Возражений не имеется. Итак, заключение организации, где проводилась апробация. Это Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский университет. Отзыв за подписью доктора технических наук профессора заведующего кафедры мекопроцессорных технологий интеллектуальных систем управлением ФТИ ФИСТЕХ Плоткина Арнольд Леонидовича. Утверждено проректором по научной работе программам развития Боганом Виталием Анатольевичем. Диссертация, анализ и разработка новых методов эффективной индексации хронологических данных Неганова Алексея Михайловича рекомендуется к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 235 математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей. И также отзыв ведущей организации это публичное акционерное общество Институт электронных управляющих машин имени Брука подписан Владимиром Марковичем Фельдманом доктором технических наук профессором заместителем генерального директора и Еленой Вадимовной Кривосиной кандидатом технических наук ученым секретарем и старшим научным сотрудником утвержден кандидатом технических наук генеральным директором Александром Кировичем Кимом диссертационная работа Неганова Алексея Михайловича анализ и разработка новых методов эффективной индексации хронологических данных является самостоятельным и завершенным научным исследованием соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ предъявляемым диссертациям на соискание степени кандидата наук ее авторы заслуживают присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.3.5 математическое и программное обеспечение вычислительных машин комплексов и компьютерных сетей итак теперь у нас идет часть связанная с ответами на дополнительные вопросы если таковые возникли у членов нашего совета то самое время их задать пожалуйста конечно спасибо пусть 14 поставьте слайд да вот меня беспокоит фильтр удаленных объектов удаленных или удаляемых здесь объектов удаляемых здесь объекты удаляемые то есть есть у нас какой-то большой перечень данных аналогических часть объектов удаляется потому что они вышли из зоны тех данных которые легитимны сегодня которые можно вот так а так каждый момент времени описание этих данных меняется то этот фильтр очень динамически будет изменяться он все время будет разный он не может быть застабилизирован потому что сегодня одни данные вышли из употребления завтра другие данные не перенесли ли мы с вами всю сложность на этот фильтр смысл выделения этого фильтра заключается в том что размер этого фильтра на порядке меньше чем размер главного индекса который на схеме диаграмме обозначен как дерево поиска в дереве поиска у нас отображается блок плюс признак в битовый вектор признаков может быть много в фильтре удаленных объектов у нас просто отображается номер блока в вектор удаленных таким образом этот фильтр он нам порядке меньше если у нас признаков то есть по времени ничего сказать нельзя можно сказать по объему по объему и кроме того благодаря тому что он существует мы можем какие-то блоки вот того дерево поиска хранить на неперезаписываемом устройстве никакое законодательство о защите персональных данных это не будет нарушать оно просто содержит отображение абстрактных чисел в абстрактные номера объектов я не знаю как в законодательстве США в российском законодательстве это нарушение потому что хранение по российскому законодательству данных точно так же запрещено как и обработка смотрите данные как таковые объекты допустим текстовые документы они вот там в правой самой части где первичный индекс они там хранятся дерево поиска у них есть какие-то ключи ключи эти сидят еще вот здесь в дереве отображения если мы говорим про дерево поиска то оно не содержит ни каких-то документов которые мы храним ни даже их ключей оно содержит отображение абстрактных идентификаторов некоторых слов в битовый вектор абстрактных номеров этих объектов по номеру восстановить какой это был документ невозможно потому что номер это просто инкоментально увеличивающийся счетчик хорошо значит давайте к самому концу значит у нас есть с вами результат который заключается в том что создана улучшенная система хранения данных да вот она что улучшила время или объем она улучшила прежде всего время то есть до этого приходилось насколько это время улучшено примерно скажем так вот если у нас огромный массив там терабайтами измеряется на сколько процентов ну конкретно в той системе которая идет речь время отклика улучшилось 4000 раз это серьезно вот но там конечно до этого использовалась довольно примитивная система потому что там жесткие требования на скорость записи и использовать допустим Elasticsearch было категорически нельзя он становился узким местом при скорости записи вот из-за этого для того чтобы чего-то найти приходилось данные сканировать вот предложен индекс который влезает в границы по скорости записи и при этом является индексом который позволяет не перебирать документы а чего-то в них находить сканировать почему я не очень понял почему сканировать ну грубо говоря перебирать один документ за другим и смотреть подходит или нет то есть просто такой линейный путь да понятно спасибо спасибо еще вопросы да спасибо все более-менее было понятно был ряд вопросов связанных с тем что эксперимент не на терабайтах а на гигабайтах да я вот в связи с этим хотел чтобы мы просто услышали явно вы говорили о том что при внедрении это сотни терабайт на слайдах это как-то не прозвучало кандидат технических наук значит у вас есть внедрение это связано с тем что коммерческая тайна там еще потому что нам как слушателям и членам совета хотелось бы услышать что вот на таких-то данных получат такие-то результаты да к сожалению я не имею права говорить про эти данные вот ну цифры наверное вы можете привести какие-то поэтому вот было бы хотя бы сейчас поясните нам что потому что эксперимент на гигабайтах это не проблема если он правильно поставлен практика подтверждает ну значит все здорово но вот какова эта практика вот цифры можете привести а то никаких нет практика такова что ускорение как я уже сказал произошло в тысячи раз никакого заметного роста от количества снапшотов в индексе нет то есть время отклика для поиска для индекса с одним снапшотом и с 10 тысячами снапшотов примерно одинаково при этом время вставки в индекс также стабильное оно с количеством снапшотов не деградирует у меня вопрос по терминологии у вас вначале прозвучало начальное и конечное время жизни вот это как так сказать то есть ну классический вот big table то есть мы поделяем новая версия с какой-то новой временной меткой а время жизни это одно число то есть после какого уже в объекты не хранить что такое начальное и конечное время жизни ну можно конечно и так задать вот у нас есть какая-то временная шкала это могут быть моменты времени связанные с реальным временем допустим компьютерными часами астрономическим временем или чем-то еще это может быть просто какая-то монотонно возрастающая последовательность целых чисел например номера снапшотов в системе изеронного копирования в такой системе мы можем сказать для каждой версии объекта когда она в системе появилась и начиная с какой отметки она не действительно больше например она была удалена или замещена другой версией именно это в работе и называется начальным и конечным моментом времени для версии объекта моментом времени понятно начальное и конечное время жизни время жизни это конечно интервал между этими двумя моментами времени я понял спасибо разу вот этот рисунок высветился я тоже спрошу вот версия В1 входит в этот снапшот для Т4 да Владимир Александрович входит потому что у нее начальный момент времени это Т3 то есть меньше чем Т4 а конечный момент времени Т9 то есть больше чем Т4 соответственно в момент времени Т4 эта версия актуальна и входит в этот снапшот но в диссертации это не написано там упущено это вот если посмотреть то описание вот этого рисунка там содержит несколько ошибок на самом деле видимо поменялся рисунок а описание осталось от предыдущего вот и такой вопрос значит вот объект описывается набором элементов ключ значения версия объекта описывается некоторым ну по сути тройкой некоторый ключ и два момента времени границы ее существования это версия версия описывается тройкой содержательно то он это набор данных да набор некоторых данных и компонент тоже это вот набор элементов там но вот с условиями да так сказать компонент да 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 это просто компонент это некоторый набор данных в котором поиск осуществляется золологорифмическое время это может быть отсортированный массив внешней памяти это может быть бодерево скиплист ну и так далее и тому подобное ну да хорошее определение мне очень понравилось так кстати гибко вот а вот логически вы как-то связываете все-таки описание объекта и компонент вот то есть как это содержит элементы объекта да компонент содержит элементы которые связаны с версиями объектов некоторая тонкость заключается в том что если мы говорим о лог структурированном индексе с общими компонентами то здесь каждый снапшот можно рассматривать как отдельный индекс они просто пересекаются между собой эти индексы и в этом индексе снапшота ключом будет просто ключ объекта безо всяких моментов применения вот а индекс снапшота в какой снапшот смотреть мы уже посмотрим с помощью глобальной директории спасибо спасибо так есть ли еще вопросы вы сказали у вас патент это заявка или вам нет есть патент его мне выдали в октябре 22 года российский патент нет американцы соединенных штатов и что такое патентуют да реально патентуют спасибо спасибо так далее можно переходить к дискуссии вот кто хотел бы из членов совета высказаться по поводу данной работе хорошо тогда да я наверное так суммирую но я буду голосовать за и прошу поддерживать я не знаю что такое американский патент правда это уже не столь важно тут важны научные результаты как бы и внедрение жаль что у вас какие-то соглашения с компанией вы не можете сказать это конечно не очень хорошо и надо как-то все-таки к следующим защитам заранее об этом как-то подумать чтобы ну это уже скорее к институционному совету чем к вам спасибо так теперь у нас идет заключительное сова соискателя собственно можно теперь высказаться вам я хочу поблагодарить моего научного руководителя Плоткина Арнольда Леонидовича без которого эта защита не могла бы состояться я благодарю кафедру микропроцессорных технологий в интеллектуальных системах управления благодаря которой я смог завершить эту работу выражаю благодарность также кафедре театрической прикладной информатики на которой эта работа началась и появилась идея этой работы выражаю благодарность рецензентам и издателям журналов за предоставленную обратную связь а также устроителям научных конференций также благодарю вас уважаемые члены диссертационного совета за предоставленные вопросы и замечания не могу не поблагодарить свою любимую жену за эмоциональную поддержку так но дальше у нас по плану идет избрание счетной комиссии и голосование я предлагаю тут вот так аккуратно три уважаемых члена нашего совета присутствуют один за другим и они сидят вместе мне кажется им было бы удобно как бы войти в эту комиссию я предлагаю Каневского Валерия Аркадьевича Намиота Дмитрия Евгеньевича и Сухомлина Владимира Александровича а председателем давайте проголосуем кто за то чтобы утвердить Александр Константинович вы за? да я за а все спасибо большое да и давайте тогда выберем председателя я предлагаю Каневского Валерия Аркадьевича если все за Александр Константинович вы за все все за теперь мы просим соискателя и гостей защиты удалиться мы останавливаем запись и переходим голосование Валерия Аркадьевича Валерия Аркадьевича в строгом соответствии с требованиями положения о присуждении ученой степени кандидата наук ученой степени доктора наук в МФТИ общее количество бюллетеней 6 штук из них роздано 6 штук в том числе бюллетеней для удаленного участника заседания 6 штук не роздано 0 штук результаты голосования членов дистанционного совета по вопросу присуждения ученой степени за 6 голосов против 0 воздержался 0 голосов недействительных бюллетеней нет протокол подписан председателем счетной комиссии и членами счетной комиссии поздравляю кто за то чтобы принять результаты голосования утвердить на все за спасибо у всех есть проект заключения предлагаю принять его за основу если есть какие-то замечания то мы можем это либо сейчас либо чуть позже там в рабочем порядке уже доработать кто кто за то чтобы принять проект за основу так все за спасибо и так оглашаем решение дистанционного совета значит постановили на основании результатов тайного голосования членов дистанционного совета за 6 голосов против 0 голосов недействительных бюллетеней нет считать что представленная дистанционная работа соответствует требованиям положения присуждения ученых степеней кандидата наук доктора наук в МФТИ и присоединить ее автору не гну Алексею Михайловичу ученую степень кандидата технических наук по специальности 2.3.5 математическое и программное обеспечение вычисительных систем комплексов компьютерных сетей все можно поздравлять диссертанца спасибо уважаемые господа заседание можно считаем закрытым